Процесс нормализации сводится к тому, что мы выполняем некоторые требования, в которых используется первичный ключ или потенциальный ключ и функциональные зависимости. При этом для каждой нормальной формы указаны свои правила функциональной зависимости по отношению к первичному ключу, или в случае некоторых нормальных форм по потенциальному ключу. Прежде всего, это ненормальная форма, которой не предъявляются никаких требований. Первая нормальная форма определяет одно из основных требований для реализационных баз данных. Это требование того, чтобы в каждой ячейке таблицы находилось только одно значение. Таким образом, ненормальная форма фактически не является реализационной базой данных. Следующие три нормальные формы позволяют устранить различные аномалии, которые возникают при несоответствии требованиям функциональной зависимости. Эти три формы, и в особенности последняя нормальная форма Боиса Кода, позволяют привести базу данных к нормализованному состоянию, в котором практически не возникают аномалий при манипуляции с данными. Следующие две нормальные формы используются не так часто в проектировании, но тем не менее не так же позволяют решать некоторые возникающие проблемы, которые связаны с многозначной зависимостью или зависимостью соединения. Существуют и другие нормальные формы после пятой нормальной формы, но, как правило, проектирование баз данных ограничивается первыми четырьмя и заканчивается на нормальной форме Боиса Кодда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...